В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. В команде губернатора вновь сокращение. Владимир Сипягин подписал указ об освобождении от занимаемой должности вице-губернатора Сергея Невзорова. Он в Белом доме курировал вопросы информатизации, связи и телекоммуникаций. Помимо этого, свою работу в структуре областной власти завершила Лидия Смолина. Она оставила должность первого вице-губернатора по ЖКХ. К слову, сегодня стало известно, что и департамент жилищно-коммунального хозяйства остался без руководителя. Глеб Серегин официально освободил кресло директора профильной структуры. Что же касается помощников губернатора, то на сегодняшний день ситуация следующая. У Сипягина остались один первый заместитель Вячеслав Кузин и три просто заместителя. Александр Лобаков, Александр Трутнев и Виталий Азаров. Последний представляет нашу область в Москве. По информации из пресс-службы обл. администрации, уже на этой неделе команду губернатора ждет пополнение. Однако кто придет, откуда и когда, пока неизвестно. Займутся проверкой автозаправок. Общественный проект трасса «Контроль качества и безопасности» выиграл гранд-президента. На реализацию своей идеи активисты получили 2 миллиона 900 тысяч рублей. Проект для области не новый. Общественники уже его реализовывали. Только в этом году эксперты проверили автозаправки в 83 муниципальных образованиях области. В результате за различные нарушения продавцов топлива оштрафовали на сумму более 2 миллионов рублей. С новой финансовой поддержкой они расширят поле деятельности. Кроме проверок автозаправок займутся и судебными тяжбами. Юристы проекта будут бесплатно помогать в судах автолюбителям. За помощью уже обращаются. Полгода автомобилю. Его сняли с гарантийного ремонта. Просто сказали, что это качество топлива. Нет предоставив никаких документов. Сейчас как бы модно. Сваливайся на заправку. Попробуйте потом с заправкой разберись. Судебная практика показывает, что с заправками судиться очень сложно. И нерадивый, так скажем, автосервис этим пользуется. Так вот таким автомобилистам, которые попали в такую беду нехорошую, когда их как бы заведомо вводят в заблуждение относительно причин поломки этого автосалона, будем помогать. Проверки АЗС региона тоже продолжатся. Эксперты проекта обратят внимание на продукты, которые продаются на заправках. Только в этом году из 52 проверенных АЗС на 4 были проблемы с продовольственными товарами. Там продавали некачественную выпечку. Но главной темой, конечно, остается безопасность. Общественники хотят привлечь законотворцев региона к проблеме некачественного топлива. В соседней Нижегородской области уже принят законопроект о запрете продажи дистиллятов. Участники проекта надеются на создание аналогичного закона и у нас в регионе. Все прекрасно знают, что когда на заправке под видом моторного топлива продаются дистилляты, то есть никто из нас, никому из нас не может быть гарантирована безопасность нахождения на автозаправочной. Станции, это может быть связано как с здоровьем, как с пожарами, как с друем и так далее и так прочее. Эту проблему мы тоже будем сейчас решать. В области планируют увеличить социальные выплаты на детей и расширить круг получателей компенсации за капремонт. Эти вопросы обсудили в Комитете по соцполитике и здравоохранению. Говорили также о бюджете региона и фонда обязательного медстрахования. На что собираются выделять больше денег, расскажет Оксана Любимова. Повысить прожиточный минимум на детей планируют с 1 января. Многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, смогут рассчитывать на 8 977 рублей в месяц. Проект решения уже одобрили на Комитете по соцполитике. Еще одна мера поддержки населения – расширение круга получателей компенсации на капремонт. Список льготников пополнит граждане, достигшие 70 лет, проживающие в семье, где есть неработающие инвалиды первой и второй группы. Необходимые на это средства уже заложены в проект областного бюджета на следующий год. На социальную сферу во всех направлениях расходы повышены. Всего на социальную сферу, насколько я помню, примерно 68% от расходов бюджета. Это довольно неплохо. И, соответственно, и на здравоохранение на несколько процентов повышается. Довольно позитивный бюджет. Пока для первого чтения мы смотрим на него одобрительно. По плану область примет участие в 12 национальных проектах. Они касаются и строительства новых спортивных комплексов, поддержки педагогов и привлечения медицинских кадров. Особое внимание будет уделено повышению зарплат бюджетникам в рамках указов президента. В полном объеме в областном бюджете средства предусмотрены и по областным учреждениям социальной сферы, а также средства предусмотрены и в объеме субвенций местным бюджетам и субсидий местным бюджетам. Это по учреждениям культуры и по учреждениям, которые для педагогических работников вне школьных учреждений, школ искусств также в полном объеме. Директор областного фонда УМС Ольга Ефимова рассказала депутатам о расходах на обязательное медицинское страхование граждан. В следующем году в фонде запланированы дополнительные средства на помощь онкобольным. Депутаты считают, что в этом направлении у 33 региона еще много работы. У нас для детских онкобольных, для детей своего отделения нет, насколько я знаю. Им приходится во взрослом отделении страдать вместе со всеми. Это, на мой взгляд, неправильно. Если мы сможем использовать те бюджетные средства, которые нам федеральный центр готов предоставить, в случае, если мы выполняем те требования по участию в проекте, то я думаю, что это будет очень позитивно. Переоснащение областного онкодиспансера в рамках нового национального проекта «Здоровье» начнется уже в следующем году. Какие еще медицинские учреждения войдут в эту программу в Департаменте финансов, обещали подробно рассказать чуть позже. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. На пожаре погибли два человека. МЧС информирует о новых жертвах огненной стихии. 12 ноября в Сузельском районе в селе Гавриловское сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. В огне погиб мужчина 1935 года рождения. 13 ноября в половине пятого утра в поселке Навлянка Селивановского района в одной из квартир многоквартирного дома загорелся диван. Жильцы были эвакуированы. Когда огнеборцы пробрались в задымленное помещение, то на месте возгорания обнаружили тело женщины 1954 года рождения. Жуткая авария в Ковровском районе. На 255-м километре М7 Иш-Ода и Фура. По информации ГИБДД, легковой автомобиль не пропустил больший груз, выезжая с второстепенной дороги. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира автомобиля Иш. Все трое госпитализированы. В регион поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. Она составляет почти 70 тысяч доз. Этого объема вполне хватит, чтобы привить детей и беременных, подчеркивают эпидемиологи. Организованная вакцинация проводится в школах и детских садах. Также, чтобы привить ребенка, родители могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Услуга бесплатная для детей, начиная с 6-месячного возраста. Специалисты Роспотребнадзора информируют. На сегодняшний день уже привито 50 тысяч детей и беременных. Всего же планируется привить более 600 тысяч жителей области. В регионе пока еще сохраняется благополучная эпидемическая ситуация по ОРВИ. Уровень эпидпорога не превышен, случаев гриппа не выявлено. Юбилей университетского храма. 10 лет назад был освящен храм святых равноапостольных Кирилл и Мефодий при ВЛГУ. Чем живет университетский храм сейчас и кто посетил юбилейные торжества, расскажет Маргарита Махрова. Торжества в честь десятилетия университетского храма Кирилла и Мефодия провели в одной из аудиторий ВУЗа. Это не только духовное, но и культурное событие. Владимирская епархия и университет дружат уже много лет. Университетский храм построили по решению ученого совета. На территории университета всего за год, к 50-летию ВУЗа. А вот место для строительства пришлось долго выбирать. Это было непросто. Мы несколько раз закладывали даже с вами камни в других местах. А потом все же остановились на этом месте. Я думаю, сейчас вы со мной согласитесь, что это место оказалось удачным. Как нам это приятно называть? Храм – это аудитория номер один. Помните, что все дороги ведут в храм. И наш университетский храм так расположен, что с первого корпуса, переходя в второй архитекте, всегда можно и нужно пройти. Прообразом для архитектора послужили знаменитые храмы страны. Средства на строительство пожертвовали благотворители, а колокола передали из Боголюбовского храма. Сейчас здесь проводят службы, патриотические и памятные акции. Православные часто приходят в храм, чтобы поставить свечи и помолиться об успехах в обучении. А студенты-религиоведы занимаются наукой. Ты можешь просто прийти, задать вопрос, который тебя интересует, например, по курсовой, по лекции. Тем более у нас преподаватель, собственно, тоже служитель. И это очень помогает. Ты еще будучи десятиклассником, просто проходя мимо университета, но еще одновременно смотря, куда в будущем поступить, как-то проходил мимо храма, и вот захотелось прийти туда просто посмотреть. Он очень интересен внутри. Вместо, куда приходишь, чувствуешь домашнее тепло, что-то вот греющее твою душу. Особенно широко в храме отмечают День памяти Кирилла и Мефодия и проводят международные конференции. Проведемых десять международных ночных конференций, которые посвящены памяти Кирилла и Мефодия. Наш университет – один из первых образовательных учреждений, инициировав празднование Дня славянской песни и мистикультуры во Владимирской области. Священнослужители подчеркивают, в храм может прийти любой человек, вне зависимости от возраста и веры. Главное – уважение к православной культуре и традициям. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Берегите себя. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДА СПОНСОР ПОГОДА СПОНСОР ПОГОДА